Друзья, всем привет! И вы смотрите влог из Японии, из города Токио. Сейчас мы находимся здесь уже второй день. У нас какое-то проклятие на камеру, потому что в прошлый влог в Питере мы точно так же с вами начинали с телефона, потому что Саша потерял камеру. А теперь у нас что-то произошло с Эдикартой, и вообще вчерашний Сашин день из Токио просто исчез. И мы сейчас пойдем как-то попытаемся восстановить Эдикадры. Если нет, то просто вчерашний перелет и приезд сюда, он просто все. Камера его снесла. Пиздец. У нас такого еще не случалось. Короче, пойдем как-то пытаться исправить эту ситуацию, ну и покупать другую Сиди-карту. Ну поэтому придется пока что чуть-чуть вам посмотреть с телефона. Не думаю, что это какая-то проблема, просто предупреждаю вас, чтобы мы в скором времени здесь перейдем на камеру. Итак, напомним, мы в Японии. Вот такой вот у нас, смотрите, какой шикарный вид из ванны, потому что я сижу на ванной. Вот так вот у нас все классненько. Мы приехали сюда с Александром и с Екатериной Катуксой. И у вас, кстати, Екатерина Катуксова. Hello, hello. Доказательство реально, что она с нами. Вчера мы только прилетели и сходили в парочку мест. Сегодня у нас день будет прям полноценный. Сейчас время ближе к 10 утра по Японикому. А по московскому 4 утра. Вот это мы с вами вообще продуктивные, ребята. Я вообще не хочу спать, на удивление. Я не хочу спать. Потому что мы ранее легли в 7 по Москве. Ну мы поспали сколько? Часов, наверное, 6. Я 2. Ну да, Сашка 2 вообще. О, я выспалась. Я больше всех выспала. Вот, короче. Вы 6.30. Нет, я уже нормально поспала. Короче, сейчас мы выезжаем. Мы в этот музей, да, и едем? Нет, вроде распогодилось. Ну куда-то мы едем, я вообще не знаю. Девочки вообще не знают, куда они едут и просто везут. Да, программу составлял Александр, поэтому мы просто ходим по его, куда он нам скажет. Ем. Екатерина. В общем-то, друзья, все. Смотрим влог с Японии. Мы в Токио. Это вообще шок. Это шок, пока ничего не понятно. Нет никаких мыслей. Вчера мы приехали. Мы вышли, когда уже стемнело, можно сказать. Поэтому мы в Токио утром еще не видели. Удивительно, удивительно. Вообще другой мир, конечно. Летели мы сюда сложновато. Сначала до Пекина 7 часов. И потом с Пекина до Токио еще 3. Сложновато мне было, конечно. Мне ничего от того стоило. Екатерина, ваш комментарий. Вот такой, как вы сейчас уже. Что для вас уже в Токио? Я чувствую Баку, во-первых, по кругу повсеместную. И я чувствую очень много суеты, на самом деле. Суеты? Мы вчера были на, господи, Шибуе. Да. Там народу просто, я не знаю, мне кажется, мне в Юргии меньше было. Да. Саша, а ты сегодня в роли Джокера? Нет. Я сегодня вообще-то из игры в Кальмара. Я главный персонаж, которого закончились деньги. И его захантили в метро. Сегодня, мне кажется, у меня такой образ, да? Больше на Джокера как бы. Фиолетовый пиджак, зеленый. Ну, нужно смотреть в голову. У меня не в лоб референс. Блядь, наш номер это уже хэппи хаус полнейший. Просто. Спасибо, ребят, что мы сохранили в чистоте номер, чтобы я его продемонстрировала. Но в целом вы сможете увидеть наш номер и другие дни. У нас с Александром будут разные дни. Я очень надеюсь, что будет первый день. Потому что вы прикиньте, я там вчера, блядь, жопу порвал. Мы не спали двое суток. Я все снимал. Я всех снял. Я всех заебывал. Я, блядь, там, мало того. Я с японцами там. Все японцы от меня ваху, все уже шарахались, когда я ходил по магазину. Потому что они не хотели сниматься. Ну, ладно, я шучу. Но так или иначе, я приложил очень много сил. А влог этот, блядь, просто, ну, я не знаю. В аналог истории. Ой. Браузера. Ладно. Отпустите, где сейчас. В общем, у Александра вы увидите другие дни. У нас будет с Александром разный. Поэтому ссылку на его аккаунт Ютуба я оставлю в описании, чтобы вы посмотрели и другие наши дни. Спасибо. Привет. Сессия. Нет, это в Китае. Аригато. Все. Короче, выезжаем уже. Очень мы что-то задержались. Это так все необычно. То, что здесь вот это, да? Все по-японски. Прям вообще, да? Как будто мы зашли не куда-то и закупили там что-то японское, какой-то товар. А тут все японское. Мы хотим, короче, куда-нибудь прийти и спеть. Раз, говори, раз. У тебя есть прям такое желание? У меня, кстати, уже есть некоторые покупки. Я купила. Давайте быстро вам продемонстрирую. Очень быстренько сейчас покажу. Во-первых, вот такие штаны Adidas. Белые с желтыми полосочками. К нему вот такую футболочку купила. Вот такую. И еще вот такую вот спортивную футболочку. Все. Все вышло очень дешево. Футболки по три. Штаны тоже типа тысяч шесть-семь. Короче, очень гудово. Это все, что я купила. А Сашку вчера вообще развели. Сашку вчера и это купил. Ну, у него, видите, что он купил. Но мы зашли в какой-то магазин семиэтажный, где всякая разная фиговина была. Так, не обзывайся. И Сашку развели уже на такую вот такую штучку. Какой развели? Это секрет красоты. У меня сегодня уже кожа просто идеальна. А это один раз я сделал. Что будет через семь дней? Да, блядь, я через семь дней буду ходить здесь по подиумам. Главное в кампейна сниматься. Вот напротив этого дома вот такое лицо во все. Пусть Егох вставит. Покажи. Вот там будет во все это здание кампейн моё лицо. Смотрите. Смотрите, как тут прикольно. Вот такой вот у нас вид из отеля. Вот. Такой, так интересно. Такие иероглифы еще на дороге. Так все прикольно. Я говорю, вообще. Вообще не похоже. Вообще не похоже. Это вообще не похоже. Да, все другое. Я взяла такую диджитал камеру. Кибершот. Вот такая у меня камера. Смотрите. Скриньте. Ну, она не то, чтобы самая бездатенькая. Но прикольная. Давайте Сашку сфоткать. Давайте сфоткать, как я тебя фотку. Красиво. Красиво. Смотрите. Ну, прикольненько получается. Миленько. Здесь достаточно тепло. Прогноз был хороший. До сегодня был дождь. Знаете, так-то улица чуть-чуть прохладная. Но нормально. Градусов 10. Типа того. Короче, тут будет примерно такая погода. Мы, конечно, с Катеридзой две телоньки взяли. Вообще не по погоде ничего. Поэтому сегодня нужно будет какой-то светорочек купить. Боже, ну так все интересно. Да, вообще. А, а еще самое главное. Мы же приехали на светояние Сакуры. Мы прочитали, что она должна сегодня распуститься. Блять, вы как думаете? Она распустилась? Мы ни одной Сакуры еще не видели. Ни одной. Спасибо большое. Токио. Так приятно, да? Где Сакура, блядь? Где Сакура? Сдолбали, скажи. Мы реально приехали на светояние Сакуры. Только ни Сакура, ни солнце. Просто Саша попросил на ресепшн. А то что это для этой малярная штука? Саша, тебя все ждут. То, что он сейчас делает. Вот так вот все тут открывается. О, ребят, смотрите. Кружево. Таким паровозиком. Мне очень нравятся вот эти вот уютные вставки. Паровозик. Тут еще вот такой вот телевизор имеется в машине. Так интересно. Там такие рекламу смешные показывают. Еще у них левостороннее движение и руль справа. Ну, короче, все наоборот. Я, как водитель, вообще не могу представить, кого это типа для меня. Дезориентация такая происходит, что у них все едут слева. Заворачивают. Неправильно они поступают, короче. Мы едем в Imperial Palace. Это самый древнейший дворец в Токио. На восточной стороне этого парка. Там Сакура должна цвести. Но судя по погоде, блядь, никакой нам нахуй Сакуры. Приехали, блядь. Ну что, реально пиздатенько тут, конечно. Очень симпатичненько. Так, прям, как Катя сказала, да? Нью-Йорк. Нью-Йорк. Факеншит. Факеншит на Нью-Йорк. Мы сейчас возьмем байки вот такие вот. Блядь, а в моем пальто-то оно, блядь, все завернется. Я угрохнусь этого байка. А? А, в корзину. Ну да. Ну так я замерзну. Короче, вот в этот вот парк едем кататься на байках. Бля, они все мокрые. О май гад, о май гад. Сиба-сиба. Все, бай-бай. Они не оплачиваются. Ну и хер, смотри. Едем, ой. Приехали, блядь, в парк. Замерзли через секунду и решили пойти в торговый центр. Нет, не на торговую улицу, не в торговый центр. Ну да, на торговую улицу. Мы идем не потому что мы шипоголики, а потому что нам нужен свитер, и чтобы пойти в парк. По-любому надо потеплее одежду какую-то найти, потому что очень прохладненько здесь, конечно. Особенно после дождя. Ой, ну вообще, за сахару спасибо. Так прикольно, да? Так красиво. Бля, реально, ну где уже? Вот мы подразумеваем, что... Эта достопримечательность, понимаешь? Это вокзал самый красивый. Вообще понимаю. А, хорошо, сейчас подсниму его. Вот эти деревья мы подразумеваем, что это сакура, которая не расцветает. Хорошее подозрение. А когда она расцветет? Просто вот насколько эстетика. Посмотрите, какая интересная тачка просто стоит. Ну просто вот такая вот миленькая, не знаю. Опа, сюда. Опа. Пиздец. Сашка дома приехал. Свой хакхал. Смотрите, такой вот интересный вокзал. Бля, не слишком ли им Пинтерест вокзал, а? И так все Пинтерест. Еще и вокзал Пинтерест. Реально, господи, мы в Нью-Йорке, ребята. О май гад. Короче, какой-то очень пиздатый у них вокзал. Еще обратите внимание, у них просто невероятно все чисто. Невероятно чистые улицы. И вообще никакого мусора нигде нет. Прям очень все аккуратненько сделано. Все чистенько. Вообще. Самый чистый город. И здание. Так заметно. Короче, они либо их моют, либо они новейшие. Потому что они выглядят прям, знаете, самый сок. Как будто их только-только сделали. Эти здания. Так, мы нашли какой-то магазин. Биг камера. Надеемся, что мы там сейчас сим-карточку сделаем. Или починим Саше сим-карту, либо купим сим-карту. Это не сим-карту. Ой, капец, тут сколько всего. Ой. Прям реально биг. Вообще, господи, вот эти вывески. Как это все мило. Внимеее. Боже, ломочки. А ты можешь ее достать? Как необычно так мило. Ребят, это просто пиздец, у меня нет слов. Огромный, четырехэтажный. Магазин электроники, я не знаю, как 10 футбольных полей. То есть здесь значит много сотрудников. Но нафуй никто не разговаривает по-английски. Никто, вообще никто. Опа! Ох! Нас в ТикТок Нас в ТикК Кстати, какие-то жесткие фанаты вот этой фирмы Ну, которые Инстекс У них очень много промика У них на такси реклама Инстекса И типа они вот прям вот эти камеры просто обожают Ну, это реклама везде Вот этот вывеск можно найти на каждом шагу Короче, жестко промят, жестко рекламируют Ну и, конечно, выборы тут этих камер Просто, господи, а вот это, ребят Писечка, ебать Размер Просто, ребят, посмотрите на количество разнообразия биноклей Просто бинокли Ну, просто вот бинокли Даже вот это Боже, боже Тут просто семь этажов Этажил семь этажей Это мы на пятом плюс-минус два А там еще есть вверх, мы не знаем, сколько А, может быть, даже больше Короче, всякой техники Тут есть детские игрушки Есть косметика Это просто не какое-то нескончаемое количество товаров Просто нескончаемое Десять этажей я только что увидела Десять этажей нескончаемых товаров Здесь можно просто занять целый день, то есть Блядь Ребята, а у вас есть то, чего... Ну, как бы, у вас есть чего-то, что у вас нет вообще? Просто, ну, типа, количество Выбор Я хочу сейчас посмотреть тебе Тесты Только, знаете, старую PSP Типа не новую, которая вот... Вы поняли Не новую PSP А именно старую Вот это вот, знаете, 2001 года Но вдруг они здесь продаются Я не знаю Просто... Ой, куда ж я попала? В детский рай Или ад? Нет, ад для родителей А детский рай Боже, у меня были все вот эти Зверята Боже, я не могу Валя Это фобия Это реально фобия Боже, какие же они милые, бля Эти ебучие Сильванье фэмли Я бы все укупила Вы представляете, какой это пиздец для родителя Вот сюда пустить ребенка Случайно впустить Это же будет просто пропиздон Боже Боже Мама О, PSP Нет, ребят, у них нет старой PSP У них только новая есть Нинтендо А старой PSP Ура Мы нашли то, чего у них нет Боже Такое существует Ой, смотрите Здесь есть лего сакура Так мило Хоть какую-то сакуру Мы увидели Мы просто зашли за CD-карты Во-первых, наша корзина Во-вторых, мы здесь сейчас А зашли мы просто вот за вот этой пиписочкой зашли Друзья, я к вам еще с очень приятной новостью У меня для вас есть конкурс Все эти подарки, все эти призы были куплены в Токио Итак, смотрите Победитель у нас будет тут один Один, но обычно участвует людей немного Поэтому у вас шанс будет хороший, я думаю Поэтому поучаствуйте Итак, приз Самое главное Что же за розыгрыш? Смотрите Во-первых, это лего с сакурой Вот мы купили, мне кажется, самое главное лего, которое может принадлежать в Токио Сакуру мы, конечно, в Токио не увидели Зато мы ее забрали с собой Также в набор будет входить тот самый набор Из видео Марьяны Роу Как она делала всякие японские сладости Вот, инструкция у вас тоже будет Если что, будете, я дать им такую моролванку Ну, а чтобы у вас было, чем запивать эти сладости У вас будет лежать два вот таких вот пакетика С Старбакс Мачи Очень вкусный напиточек Ай, ребят, завидую тем, кто это уже получит Потому что у нас не осталось Спасок пакетика два с Мачи На второе чаепитие у вас будут киткатики Три разных вкуса Давайте сразу же расскажу Это чизкейк, кстати, фудияма Как я понимаю, яблочный И, боже, друзья, здесь уже переведите сами Я уже не помню, если честно, с чем это Ну да ладно Также я не могу вас оставить без брелочка Брелок у нас будет с миньончиком вот такой миленький И открытка, которую я сама лично подписала Все, что вам нужно сделать, чтобы получить такой классный приз Это быть подписанным на мой YouTube-канал Написать внизу комментарий Как вам понравилось это видео, не понравилось Хотели бы вы, может быть, в Японию Какие у вас эмоции вызвал этот влог И вообще буду рада каждому комментарию Ну а также одно из главных условий Третье, последнее Это быть подписанным на мой телеграм-канал Там и будут подводиться итоги конкурса Поэтому всего три небольших, как мне кажется, условия Зато классный и приятный подарок Друзья, только сразу подбужу, что здесь некоторые коробушки помялись Но, к сожалению, просто мы очень много приезжали по Японии и Корее Поэтому некоторые коробки схоронить, к сожалению, не удалось Но внутри все цело Все, всем удачки Всем пока, продолжаем Все, боже, мы вышли оттуда Екатерина купила себе DJI камеру, как у нас Мы купили себе сим-карточку Вот сейчас где-нибудь присядем Катя, штукуем камеру Мы вставим новую CD-карту в мою камеру И вернемся, и переведем, точнее, в лок-камерочный режим, наконец-то А тем временем мы уже на Гинзе Да, Катя? Да Да, пиздатенько, дудки Опа! Это реально работает Это реально рабочий район Здесь есть униклод 11-этажный Это вообще Что там покупать? Перебор, блядь, мне кажется Перебор по этажам вообще Один можно нам этаж отолкать? Один и то уже много Господи, это Гинзичка Гинзи, это райончик Вот здесь всякие магазинчики Шоппинг И тоськи-боськи А еще здесь удобно, потому что Здесь сразу же возвращается такс-фри То есть не надо это делать в аэропорту Сразу же Просто меньше платишь Вообще кайф Идем, заглянем в дизел Смотрите, какая сумка прикольная Типа с ножками Вау Реально прикольная И стоит тысяч 30, да, например? Такая форма у них новая прикольная есть Поменьше, типа, уменьшенная от вот этой вот Миленький багетик Вот это вообще меня поразило просто Очень мне понравилось это платье Но для него нужно, конечно, немножко всхуднуть Но она такая прям интересная Мне очень нравится Очень красивая Ой, ребят Дизель реально G2K Все-таки, реально Ну они вообще только по стандарту G2K работают Ребят, все, сакура нашлась Все Есть Было Искусственное оно было Блядь Вы видите это тоже, да? Вы это видите Блядь 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 Ну у нас денег нет Заходи Берем в отдельный стоящий бутик Adidas Охуеееть Я похую Так, мы пришли Вот в такой какой-то магазинчик Тут всякая опять всякая хуйня на 12 этажей Саша сказал, что это он увидел в Рилсах Что здесь очень круто Ой, какие зонтики милые Здесь очень круто, прикольно, эстетично Ну, как и всегда, собственно Ничего нового Господи, опять посмотрите Всяких тетрадочек, блокнотиков, хуйотиков вообще Вот просто разнообразие Просто стенд с разными цветами Книжечки записаны Просто реально ежедневнички, хуеточки И так 12 этажей Ну как вам тут ручку выбирать? Просто как? Зашел за ручку и шелась паническая атака Ну тут реально перебор Смотрите, у них тут есть очки Вайонеты Ну форма, поняли? Вот такой вот квадратный Всего по 2 Нет, да Ну около 2,5 тысячи рублей примерно Ну такие Не для меня, конечно Но прикольно Какой-то это бренд даже Какой-то бренд? Я сначала подумала, что вот Байонета А это Байолайн Почти что, да Ой, смотрите, что мы нашли Короче, нужно по одному Мой листочку Вот, может, вы варился Видите? Надо по одному листочку Вот открывать И будет какая-то вот картинка Из бумаги, типа Из тонкой-тонкой бумаги Ой, выглядит реально очень классненько Очень симпатично Ой, смотрите Тут есть фигурки Разные из папье-маше И типа можно их разукрашивать Мила Ааа Ой, да Тут есть мастер-класс Такой вот Мне кажется Там можно такое Было бы сделать Но мы ничего не поймем Потому что на корейском, бля Ладно на корейском Я на английском мастер-классе не поймем Господи Доба, позорница Они там сами по себе Они сами по себе? Да Ааа Ну там Давайте Работайте, работайте Девчонки Смотрите, какая очередь просто А это ластики Они стоят, набирают ластики Просто ластики набирают В баночку себе Господи Господи Они Боже Вот Ну вот типа таких Подняли С всякими фигурками Нет, это очень мило Это очень прикольно Но зачем? Господи Вот просто представьте Какой это пылесборник А, вот Это ластик, да? Да, да Вот Вот они себе Вот в такую коробочку Собирают ластики Блядь Просто разнообразие Вот они в такую корзиночку Вот видите Складывают в такую корзиночку Набирают себе Ластики такие Миленькие у них есть Боже Посмотрите, пожалуйста На вот этого Ластик в виде пупса Боже Вы видели все Все Теперь вы видели точно все Супер, дети Дети, прикинь Так, мы зашли в серф Только это Ой, блядь Какой серф? Мы зашли в старвак Резерв Мы в старт в кофе, да? Мы в старт в кофе зашли Какие-то пицки Как-то все, да, интереснее? Поинтереснее Резерв Это как бы люксовый старвак, скажем так Короче Мы взяли вот такую пицку Саша взял кофейку И нам сказали Вы можете сесть сверху Мы идем наверх Она говорит Нет, здесь ланч Только снизу Мы идем вниз Она говорит Нет, нет Вы можете сверху Мы опять поднимаемся Блядь Это все спится Это происходило в руках Она говорит Нет, пиздуйте вниз Поэтому нас отправили на улицу Тут, правда, резерв Но мы его вот так спрятали Чтобы, типа, не резерв был Чтобы мы поели Друзья, ура Мы с камерой Ура Все Мы подключили карточку И теперь мы продолжаем Снимать на камеру Все нормализовалось Все Мы, блядь, нашли место Когда уже поели Выкинули пиццу Ну, блядь Ничего нового Все, идем Знаете сейчас куда? Сейчас охренеете Мы пришли на Гинзовскую Вот эту вот улочку Где все магазинчики И, внимание Вот это, видите, белое здание? Это 12-этажное Юникло Просто пиздец Просто, ребят Это все Юникло Как вам такой размер Вам хватит одежды? Честно, ребят Хватит ли? А еще здесь сегодня суббота Я так понимаю, что выходной Здесь перекрыли улицу И можно ходить прям по проезжей части И можно было бы сделать классные фотографии Но Из-за того, что такое Огромное количество людей Фото получается просто ужасное Потому что Они мелькишат И ты теряешься В этой фотографии А так было бы Прикиньте, как красиво Мы решили внутрь не идти Но, пожалуйста, посмотрите Что там происходит Вот это вот На рубашке вот эти Просто Часики-то тикают, ребят Ой-ой-ой Ой-ой-ой Как хорошо Так, мы заходим В какой-то люксовый ТЦ Здесь всякие вот такие Вот такого характера, да? Бренды Мы хотим в Мизон Маржелу В Акне Студио Зайти Посмотреть что-нибудь нам Ну так, знаете Хотя бы глянуть Не знаю Ребят, ну узнаем Я впервые захожу в магазин Вивиен Вест Вот я вообще ни разу не была Очень интересно Как Кого это Именно быть в магазинчике Короче Вивиен Вест Тут хуйня В Мирзон Маржелу Этаби под 100 тысяч, бля И короче Мы бомжи Мы уходим отсюда Идет такой небольшой Грибнодик, друзья А мы пиздуем От Окио гуляем И еще сейчас Идем в какой-то Крам или что-то Дворец Не знаю Саша сказал Какое-то историческое место А у меня еще нога, блядь, хромает Сука Не по кубу К ногах хромает Дождь Блядь Пиздец Не всегда Ой Ааа Давайте пока мы идем До этого храма Все равно Мы никуда не заходим Я вам просто Эстетики всякую подсниму Ребят Как вам Сакура? Мы нашли первую В этом сезоне И видимо Бля последнюю Не знаю Потому что она Опавшая Типа У нее коричневые уже Цветочки Ну вот Ребят Вы видели Тоже Сакура Получается Я не очень понимаю Почему Она, во-первых, такая голая Буквально голая И смешная Такая вот Сакура Получается Токийский императорский дворец На территорию которого мы сейчас заходим Является официальной резиденцией Японского императора То бишь до сих пор Здесь кто-то доживет В нем проживает император Со своей семьей В 16 веке Началась история этого дворца Ну Это Он назывался Идо Потом Его переделали Разбомбили Я не знаю что Но В 19 веке В конце 19 века Его перестроили И вот мы сейчас его увидим Таким, как он был построен В 19 веке А, он его уничтожил пожар Первый замок Здесь сейчас живет император Да Император Да Мы в гости? Ну Мы на чай же Нет, ну выглядит Все это как реально Какой-то Манхэттен Я хз Типа Лиз, ты просто Типа Такие впечатления сильные Манхэттен Я хз А че я хз Манхэттен Не Манхэттен Это я не знаю Вообще выглядит Перездатенько Так О, а, блядь Я думала Черепаха плавает На этом А, это утка Так А вот, собственно говоря Он Я вам сейчас постараюсь Приблизить Чтобы вы его увидели Вот он Вот и императорские хоромы Выглядит все это Очень красиво Но я думала Он прям огромный А он такой Ну он типа маленький такой Типа Такая дача Так, друзья Мы сейчас едем К Вратам То Торо Нет Да Храм котиков Боже Мы едем В Гататсуке Вы меня запутали Храм Тысячи котиков Вещает экскурсовод Саша Т Храм вообще Безумно интересный Он, если что 15 века Постройки Вообще Представляете И есть легенда Небольшая Конечно же Почему этот храм Стал храм Тысячи котиков Все потому Что глава клана И самурай По имени Наатака Отправился на охоту Когда внезапно Разразилась буря Он укрылся под могучим деревом Возле храма И у ворот храма Он заметил белую кошку По имени Дама Которая подняла лапу Как будто пытаясь Пригласить самурая В храм И вот Получается С зубопытством он оставил укрытие И вошел в храм И Последов призыву Этой кошечке Он спасся Друзья Вот такое вот чудо И вот с тех пор Появились вот такие Китики Когда мы в ворота красные едем Это мой влог будет А Сейчас посмотрите Что это Это какой-то Древний египетский Спа Термо Очень необычное Красивое здание Хотя Ну вроде Вот тут Да Что-то египетское А колонны-то греческие Какая-то Легкая несостыковка Но Это фьюжн называется Да Это фьюжн И вот смотрите Вот такой красивый дом И вот Обычное Знаете Это все везде так же Приехали вот мы В какой-то Бля Я забыла Че здесь Саша Храм котиков Да Вот Храм котиков Сейчас Сейчас будем посмотрим Тут какой-то богатенький Знаете Такой богатенький Частенький сектор Да Богатенький район И очень классные улочки Поэтому мы сейчас Еще после этого Пойдем здесь Пощелкаемся Попикчеримся Ой смотрите Вот это здание Такое Вот прям Чисто в японском стиле Ой Ну вам не видно Бля Ой там кладбище Нет почему Пойдемте поближе Ай там нельзя Короче Очень давай Красивый И чистенький Здесь аккуратненько Опрятненько Видно что Садоводы стараются Очень хорошо Все Видите Ровные кустики Обрезают Ой Какой Дракоша Ой какой дракоша Короче что-то очень Симпатичное Красивое А во Вот смотрите Во какой Ой ну Разъебу По эстетике Вообще Смотрите Есть такой стенд С дощечками Где люди Сами пишут Желания И они Сбываются Обязательно же А если на русском Написать Тоже сбудется Такие миленькие Прикольно А вот и Катео Первый уже пошел Катео Сейчас Пойдем Зырить Глаза Пузырить На них Так быстро Девчонки Идем ко мне Берем по монетке Кидаем Вот в этот Сундучок И загадываем Самое сокровенное Желание И стучим В этот Я даже не знаю Колокол или что И поклоняемся У меня сейчас будет О своих желаниях Нужно молчать Я уже кричать должна Об этом желании Дай 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 Мне 4 монеты Мне все Высыпи Пожалуйста Все Одну надо монетку А рубля им Хватит этого Ну стоит Это что-то дыхаю Еще Это 10 рублей Что-то точно Да Остальные Так Короче Туда кидать Потому что У меня одной монеты Нет А есть монетки И постучать А вот коты Ой сейчас посмотрим Сейчас в очередь Занимаем Так Все Дай бог А я сюда кид Куда надо было кидать Туда У тебя желание Никогда не забудется Там что-то горит Походу Мое желание Реально сажется Бля Ты сказал кидай Ты сказал кидай Попытка номер 2 Давай Так Так Смотрите Тут тысяч котов Вот этих Беленьких От самых больших До самых маленьких Смотрите какие Масенькие Есть прям Вообще Такие коровненькие Просто посмотрите Количество Реально Этих котов Пиздец Саша Хотел купить Кота Но его Они уже закрыты Пойдем Одного Спестим Их там Тысяча Саша Будет Судить Давай Предвнесем В историю Что-то Дух Я такой грех Не возьму На себя Просто Как можно Работать До пяти А продавать Их До трех Это Что это Вот почему У меня даже Нет никакого Объяснения Если бы я знал Здесь были Всем Скупали Всех Котов Пойдем Одного В кармаш Все Мы ушли Вот С храма Сейчас идем По частному Сектору Такие Домики Вот Мы идем До Петро Поэтому Я просто Обыть не будет Эту красоту Частные сектора Вам Сейчас Эстетики Опять Навалю Итак Поехали Мы сейчас На вот этом Паровозике Приехали Какую-то Станцию Всего Три Остановочки Проехали На метро Кстати Я вам не показала Вы же Не видели Даже Я же Точно Вчера Не показывала Смотрите Какие у них Интересные Проездные Просто Это что За милота Это просто Проездной Мамочка Такая Вообще Няшка Приехали Короче На метро В эти В Сэшке Мы приехали Короче В район Где очень Много Разных Сэшек Как нам Сказала Александра Я не очень Вам подскажу Адрес Но вот Вам Я не знаю Ребят Давайте Как-нибудь Там дальше Сами Вот Смотрите Вот такая Станция Метро Как я понимаю Вот это Вот А вот Станция Метро Я сейчас Вам покажу А вы Если что Себе Заскриньте Вот Центральный Выход Нужен Будет И вот Тут Ой Сори 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 Тут есть Юст Клозер Вот Видите Юст Клозер Вот Туда Идем Ну Короче Ребят По ассортименту Он такой Знаете Питерский Секонд Вот Питерская Винтажка Вот Тут Всякие Куршки Рабочего Духуище Вот Эти Коричневая Эстетика Бомберы Короче Реально Так Похоже На Питерский Влог Я там Ходила По Секондам Вот Ну Тут Знаете Вот Примерно То же Самое По ассортименту Всякие Вот Эти Пола Джинсики Короче Все То же Самое Да Кать Мы Пришли В Секонд Хенд Где Не Помойка Где Знаете Типа Вот Огромный Бассейн Просто Вещей Шмота Которые Нужен Нырять Чтобы Доставать Но При Этом Тут Клоун Диор Чек Винтаж Не Найдешь Это Короче Посередине Этого Всего Вот Такие Вот Всякие Короче Пол Ну Выпунили Рубашечки Все Вот В таком Ассортименте Вот Ну Very Very Cool Идем Как будто бы По торговой Да Улочке Тут Какие-то Магазинчики Одежда Вот Еще Какая-то Йокта Йокта Новое Слово Еще Вон Какая-то Йокта Ой Нет Я думаю Это Нет Чутка Пороемся Ну Пойдем Пороемся Адидасик Идем Зеркало Сейчас Своё Отражение Просто Ну Насколько Одинаковое Честно Мне еще Белое Покрасить Короче Этот Select And Archive Ну Вы знаете Такой Не то Что Пиздательненький Зато Песня хорошая Опа Yellow Yellow Bang Они еще Такие Маленькие Тут размеры У всех Все Низенькие Худенькие Хуйня Этот Archive Select Тут Я прям Расстроена Потому Что Я Надеялась Правильно На Винтаж Здесь Мы пока просто Не в тень Зашли В магазины Потому Что Как-то Пока Тухленько Прям Это Меня Расстраивает Очень Сильно Но Саша Сейчас Обещал Что Мы Идем В какую-то Распиздатую Просто Распиздатишую На Какую-то Улицу Где Будут Уже Прям Хорошие Такие Дорогие Вещи Ждем Мы Мы Взяли Браблти Александр В Настоящий Браблтишный Ну Давай Пробуй Тест День Отличный Фулмун Пробуй Фулмун Такой же Как и везде Настоящий Не испугался, а потом смотрю вот так Хуяк Ебать, ну хозе из всех лотов я нашла Вот этот разъебчик только И вот такой еще вообще Для подружек это для вас, это для подружек, да Подружек А мне вот эти легенды Или вот такую, вот такую яненькую Вещичку, обнаружили легендсы Ну пиздец, вот ничем не отличается От столичного гардероба, я клянусь Вот реально, ну столичный гардероб просто Ну вот видите, я хозе И еще размеры очень маленькие все Прям на это, на Масюсь Блядь, ну блядь Ну столичный гардероб, ну че, ну правда, ну правда Все, вот вам, вот тут примерно Такой шмот Ребят, а че с челкой у меня И че никто ничего не говорит, блядь Корейская челочка у меня все, больше не корейская Короче, друзья, произошел какой-то лютый трэш Мы пытались сесть где-то покушать На шабуе, нигде вообще Не было места никакого Мы заходили везде, просто мы ходили, наверное, минут 40-45 по всем заколукам Пытались сесть Сели в каком-то итальянском ресторане Но очень вкусно покушали Салатик, я пиццу взяла себе И бухгало пива Здесь все пьют пиво Здесь вообще пульт как будто бы алкоголя Здесь все бухают Вот, я решила себе, дедушка, взять пивка Такого, светленького Вот, перекусили И сейчас через полчаса мы идем еще в ресторан Просто мы очень хотели есть, а там все было занято Поэтому мы забронировали столик, который будет через полчаса Сейчас мы зайдем в Юникло И потом зайдем вот в тот ресторан Пойдем Какой-то очень крутой Там Кинзо сам расписывался Короче, автограф давал Короче, какое-то пиздатое место Блять Это вообще пипец, сколько здесь народу, ребят Это какой-то страх Народу реально куча Как будто мы на патриках Нет, где больше народу Не знаю, Китай-город весь заполнен Дошли Наконец-таки Я просто очень голоден Боже, ребят, тут прям аншлаг Тут очень, видимо, все любят Юникло Потому что такая базированная база И они такое очень любят носить И тут просто народу ду-кишмяк Ну, по-другому не сказать Боже, база Вот что делают с людьми базовые вещи Ничего, блядь, вообще нихуя нет, блядь Юборный баба, я хочу одну шмоточку куплю Я уже счастлива буду Блядь, ну что за хуйня Сутки в Японии, а он же знаешь про хуйня Короче, мы зашли в Юникло И купил одежду только Александр Смотри, он все посчитал просто Пиздец, вообще какая умная робот-машина А то, что сегодня покупки совершал только Александр вообще Ты как, охуенно? Слушай, мне вообще охуенно Так, мы пришли во второй ресторан Здесь вот с этой вот плиточкой мы купили маленькие кусочки мяса Вот эти вот, которые здесь нужно будет жарить И мы с Катюшей по пивку взяли себе Чисто вот, да, по-женски По-женски Чисто по-женски по пивку с Катюшей Ать! Да, а Сашка себе мяско там набрала И Соджу И Соджу Все, нам уже принесли с Катюшей Для леди Пивка Давай, Катюш, чин-чин Так же завтра, кстати, в инстаграме Ребят, внимание, размер, который мы взяли Блядь Просто Блядь Корыто Итак, ребят, вот так вот примерно готовим мы это Мяско Мне очень страшно самой делать Потому что там прям такое иногда пламя, блядь, бывает У Катюкса, нахуй, вот до сюда, блядь Долго не дошло вообще Поэтому я попросила Александра мне Сготовить мяско Мой шеф-повар На сегодняшний вечер Это, блядь, Александр А музык дорос А? А музык дорос А музык? Так, это, конечно, интересно Если мне не было страшно Этого пламя Если бы не валялось Вот такой Вкусная мята Ну, ребят, хорошо мы посидели Болтали Только всего, конечно, интересного было Но это не для камеры И, короче Сейчас произошла супер-мега смешная ситуация Я вам сейчас тут ставлю переписку А вы просто молча прочитайте Как-то так, друзья мои Поели мы сегодня на 26 тысяч вон Ладно, это какой-то пиздатый ресторан И мы здесь реально дохуя мясо съели Прям дохуящее мясо на троих съели В целом нормально В рублях, если что Мы посчитали это примерно на 16 тысяч рублей Считаем по 5 тысяч В охуенном ресторане С дохуящее мясо С двумя бока... Ну, стаканами пивка Мы с Катюшкой вообще расслабились Я считаю, это нормально Это правда нормально Итак, мы заходим в какой-то магазин Саша сказал, что мы здесь просто охуеем от этого магазина И зонтик Сашка берет Саша сказал, что мы прям прихуеем Что мы прям... Мами, 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 мами Что это? Кофе? Что это? Боже, а я реально уже хуею А ты? Я тоже, да Слушай, если Саша сказал, что мы прихуеем Боже, что это, блядь Почему печеньки? А, да, это реально печеньки? Ой, я думала нет Все сакуры, ребят Вот и сакура вторая за наш день сегодня Я думала, что это Саша с тележкой идет Ой, блядь, глаза ломаются уже Ой, ой, ой Просто маркет убил Мамочки, опа, селфи-палку нам сюда срочно Боже, даже, смотрите, влажные салфетки с Динь-Динь С Микки Маусом Блядь, просто куда? Саша, положи на место, Саша, положи Это нам не надо, Саша Маленькую Маленькую Маленькую, возьми все Ребят, тут каждый отдел этот маленький разговаривает Это пиздец У меня уже паника какая-то превращается Просто, кстати, позовите, что мы нашли Это, короче, ну, ополаскиватель для рта Полтора литра, нахуй Полтора литра, ребят Полтора литра ополаскивателя для рта Это пиздец Ребят, ну мне явно вот сюда Что ты кинул мне? Саш, какой... Что за хуня? Саш, давай все выложи Дороги назад нет Боже, мне вот сюда, ребят Кстати, я ничего не хочу Это круто Ребят, разнообразие... Да еб твою мать Да что ты все накладываешь в корзину-то? Ай, да хватит Ребят, у меня в детстве была гиперфиксация на миниатюрах И здесь я вижу сейчас вот это Вот это все Вот это все И у меня просто это Начинается паника Мне хочется это взять Очень сильно Я себя... Вы не представляете, как я тебя останавливаю вообще сейчас перед всем Перед всем, что я вижу У меня паник-рум сейчас буквально происходит Я клянусь Тут столько всяких Тут то нахуйни Здесь очень страшно Тут то нахуйни И тебе кажется, что тебе хочется и надо все Не-не-не Но ты себя просто вот так... Я представила, что если, допустим, все бы это было у меня дома Я бы это все выкинула просто Такое ощущение Да, да, поэтому пытаюсь Я... Нет, я очень рационально, кстати, подхожу Я реально вот плюс-минус беру то, что именно нужно Я стараюсь не брать ничего вообще Нахуй ничего лишнего Это очень сложно, но я прям... Я прям, блядь, почему пупс в креветке? Что происходит? Друзья, мы дома Мы очень уставшие Очень нам через пару часов уже вставать Через буквально семь Я вам не смогу сделать распаковку Потому что мне запаковали все вот так И это нельзя открыть Можно? Ну давай, ладно Все будет на вашей совести, Александр Такие браво... Через такс-фри все куплено Нельзя открывать до конца поездки Блядь, не открывайте Блядь Ну все, ребят Я не в состе Тут просто... Я купила маме всякого старбакса Вот, то, что на конкурс вы уже видели Я тут докупала что-то на конкурс Себе лично я не купила, по-моему, ничего А, только одну зубную щетку Ну, все Просто зубную щетку Я себе говорю уже... Покажи мое лицо Пожалуйста, найди меня Я говорю Стараюсь ничего лишнего не покупать Не покупать И купила только щетку зубную Новую Для бракетов Там ничего удивительного нет Все, а так Все остальное только на подарки Вам и родственникам Все, мы ложимся спать Завтра нам вставать Завтра Сашке будет день блога А мы с вами встретимся через день А для вас-то через 10 секунд Ну, блядь, Саша, нахуй Ты что делаешь? Я же не сплю Я просто вижу И не отвечаю Друзья, всем привет Это мой второй день А мы уже здесь четвертый Как вы можете заметить по нашему настрою Ну, поездка прям соблазнительная У нас четвертый день дождь Вчера мы узнали, что Сакуру мы не увидим Как минимум в Токио У нас есть только шанс на Осаку Потому что здесь очень холодно в этом году И Сакура еще не может расцвести Мы приехали на Фудияму Ее было не видно Токийская башня, блядь, не подсветилась Хотя в этом нигде не написано Что она не подсвечается в полнолуние В общем, очень интересный трип получается Особенно, конечно, дождь четвертый день Тоже безумный азарт Вот, например, друзья Мы сейчас зашли в какую-то кафешку Дошли под этим зонтиком Втроем под одним И кафе сегодня закрыто Тут очень много чего не уточняется В гугл-картах Опять же, как, допустим, с Токийской башней Мы вчера приехали И из-за полнолуния ее не видно Никто не писал, что в полнолуния башня не горит Типа, таких уточнений даже на сайте нету И здесь из-за таких вот недочетов на сайтах На вообще Из-за недостатка информации Всяких очень много наших Не наших проебов с нашей стороны А просто, ну, проебов дня Вот, и их случаются достаточно часто И еще, знаете, что Тут прогноз неверный нигде Типа, он меняется день в день Им спасибо, это очень приятно Вот, в общем, мы сегодня хотели погулять В всяким местам Понятно, что гулять мы уже не будем Токио, вот то, что вы видели И это все, что вы и мы увидим Потому что погулять явно сегодня Ну, будет не вариант Здесь еще так холодно Господи, нет Поэтому я думаю, что гулять Мы прямо именно гулять Гулять не пойдем В общем, мы сейчас едем к музею Где будет вот эта вот картина Вот, на нее посмотрим Позырим И поедем куда-то дальше Там у Сашки все написано Куда? Вот, друзья, можете Поглядеть на улочки Хотя бы таким образом Посмотрим У них на улицах достаточно чисто Но при этом Вот смотрите Вот какая-то поебетень Тут какие-то бутылки Пустые Какие-то горшки С какой-то фигней Короче, в целом Чисто Но немножко Именно у домов Загрязнено Очень много мусора Именно барахла Всякого у домов Возможно, это часть Их, не знаю Менталитета, традиции Типа у них так норм Но это очень необычно выглядит Типа Как будто мы То ли в каком-то поселке То ли в городе Ну, дом через дом Но мне безумно нравится Что здесь невысокие здания Что они такие Все, знаете В одном стиле Разные Разного цвета Но в целом Похожи между собой То есть Не сильно, скажем так От друг друга отличаются И это прикольно Выглядит и колоритненько И аккуратненько В этот момент Вот И цвета у них Хоть и пастельные Такие бежевые От бежевого до черного Но выглядят все равно хорошо Да? Согласитесь Дочи, ребят Мы зашли в кафешку Во-первых, он сначала не открывался Очень странно открывается Я открываю Говорю, ребят Мы зашли в чудо-квартиру Потому что здесь тапочки Типа проход на второй этаж Ну, прям планировка И дома Есть ощущение Что это кафе Где на первом этаже Типа Она открыла кафе А сверху у нас Питер живет То есть мы Можно сказать Просто сейчас В японской квартире Мы зашли в кафе Лайки месяц Мы зашли в какое-то Локальное японское кафе Это маленький бизнес Который держит сама японка И, видимо, это кафе Открыто у нее в квартире Потому что мы заходим У Лизы говорит Блин, это чей-то дом Чего мы зашли сюда А это, оказывается Реально кафешка Ну, конечно Реально дом Реально дом Почему вообще У них у всех написано Что они работают У одних йога Вместо завтрака Я уже готова была Духовная пища У одних дом вообще То, что мы сейчас находимся В квартире Это факт У нее есть Внимание, барная стойка У нее есть Два столика И, как бы, друзья И квартира У нее есть Сервизный набор Вот такой вот у нее есть Она явно богатенькая Либо Действительно досталось Хорошее наследство Друзья Потому что у нее Действительно высокие потолки Что для ей пуска Квартиры очень Необычная Обычно они пониже И пространство у нее Духуя У нее отдельная кухня У нее огромное помещение Там еще какое-то помещение Уже какая-то это Синих кровей И боночка Еще прикол в том Что мы когда заходим И спрашивают Во сколько будет Типа, чтобы, не знаю Чтоб места нам хватило У меня что-то понятия не будет На волшебские Пускать будут с них Вообще, конечно, нет А представьте одному Сидеть Мне кажется, это очень ловко Одному сидеть, да Когда ты пришел в дом И такой У меня пожарить Сделали Да, в гости Мы представляем Что у нас какой-то Япония просто позвал в гости И мы у его мамы Сейчас кушаем Друзья, она сейчас Она сейчас Точет ножи И нам немножечко Немножко Некомфортно Мы уже думаем, что Ну, раз уж У нас все идет не так Что может произойти Друг Крем-влог И у нас Надеюсь, что не будет Друг Крем-влога Это только кехла, да Ну, есть какая-то такая, да Возможность присутствует Все равно Итак Сварганил Луна-Вана Сносненькие Бутербродики Вот так это выглядит внутри Ой, как ты любишь Ты подгорел Ребята говорят, что Ну, нормально Классно, как беляш Как беляш Беляш Можешь, раздать Зиму, приехали Не сверемся Мы ее расстроим И разоткрываем Морча иди У нее и так на нас плавно Слушай, это просто беляш Это реально А что это мясо Я там не могу Я не знаю Это пошлые посетители Ляля, а что это за мясо Это как бы реально пошлые посетители Беляш Ребят Она нам принесла еще Скать и бесплатно Мочу Мочу и два каких-то Пирожка Смотрите Боже Все, ладно Отмена Она очень хорошая Друзья, ладно Все, извините Что мы так на нее наговорили Просто это реально Было страшно То есть было все равно Реально было ощущение Что мы куда-то забрели Не туда Не в тот переволок Он находился даже не на улице Да Он находился в каком-то дворе Мы действительно были в квартире И было так прям очень Антуражно Очень Через чего В фильме ужасов Вот Поэтому Простите Она вообще лапочка Она замечательная Вообще женщина Классненькая Суперическая Мы добежали до такси Наша первая японская подруга Да Наша подружка новая Теперь Единственная в японии Ну мы говорим Проснулась Что, приготовила поесть Трешку заработала И дальше пошла делать И поехала дальше Делас выделать Да Как с ней удобно Молодец Сама завтракает Да еще и других накормила Денежку заработала Айконик горл Мы едем Куда мы едем? Музей Музей Смотреть на Биг Вейв Итак Мы приехали в музей Выглядит как-то странно И находится просто посреди двора Ну вот тут детская площадка Это выглядит довольно странно Вот Заходим Господи Ебучий дождь А не Ну нормикс Выглядит симпотно Ебать опять народ Вот друзья Сейчас пойдем смотреть На вот эту вот картину Да, у нас один зонтик на троих Но это ничего страшного И ту, которую мы купили Только ради фотосессии Для меня, которую мы сейчас будем делать Слава Богу Буквально Короче Сходили, посмотрели бы, конечно Демножко в шагах От маленького размера Но это очень хорошо Потому что я уже засыпала Я уже засыпала Поэтому вообще было супер Вот так быстренько пройти Все, все, посмотреть Главное, волну увидели Мы сегодня теперь точно должны поймать Удачу на гребень волны Да мы уже по волнам Главное, мы с дождем Мы уже поймали с утра Мы уже поймали Ой, смотрите нафиг Хуяк Вот тебе и канализационный люк Вот и картина Можно было не идти никуда Честно, я была в шоке От ее размера Потому что она такая масенькая А я думала, она там во всю стену будет А она, бля, А4 Ну, короче Влад Влад Идем Сашку фоткать В такийском стиле Меня еще так забавляет Что они ездят на вот таких вот Маленьких фургончиках Все У меня такие квадратные Маленькие машинки Как будто полмашинки буквально Вот полмашинки Все мини-версии Минятюр такие машины Боже, ну вы посмотрите на этот автобус Посмотрите, какой миленький Анимешный Груфочный Господи Опа Вот так берете Видите, все открыто Вот так прикладываете Проходите Оп И где вам надо, вы ходите И потом списывается денежка с этого С количеством расстояния Только вы проехали Такая и будет цена Очень все удивительно Поразительно Итак, сейчас мы будем еще Сфотографировать Сашу Где такую фотосессию Саша нашел себе Ага, ага Ну, посараюсь Что же мне надеть? Что же мне купить в этом автомате? Или поехать в эту сторону? Или посчитать газету? Даже не знаю Ладно? Пока почитаю газету Как, тебе нравятся фотки? Я Игами Лайт И я убил 15 человек Или 13 Я не помню Сколько убил я Игами Лайт Надо спросить От той женщины с КВ Она с ним это самое В кайферосиве Она с ним в кайферосиве Ужас Фу Фу Она убила Сейчас на ту сторону поеду Давайте я буду бежать Быстро работаем Вы что, просто так в Японию приехали? Контент, контент Только тебе контент Да ебать Конечно Я промолчу Сколько раз я тебя фотографировал Когда ты была в красивом луке Давай, давай Саид Давай, давай Саид Что ты везешь? Хорошо БЫГУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУАЛОНСКИ Сегодня вообще всё идёт. Мы отфотографировали Александра, отфотографировали меня. И доехали до станции, на которой сейчас будут всякие магазинчики. Конечно же, в моём влоге только магазинчики. Ничего другого не будет. Ой, покажи карту. Просто размер токийского метро. Тут так прикольно, у них есть бесплатные газетки, можно просто взять, почитать, пока едешь. Очень приятно. Миленько выходим в свет. Мы просто случайно зашли посмотреть Кате линзы в какую-то косметическую штучку в метро. И, внимание, просто сколько здесь всего. И тут так всё кавайно, так всё мило. И прям реально каждую штучку хочется приобрести. Я Саше показала, говорю, ой, Саша, смотри, крем для рук с мачей. Как вы думаете, он его взял? Конечно, это первая его была покупка здесь. Он там ещё набирает себе просто. Вообще, так всё миленько. Так всё аккуратненько, прям это. Как-то, я не знаю, хочется как будто всё взять. А вот тут посмотрите вообще, как всё классно выглядит. И, кстати, не так уж и дорого. Реально недорого. Но очень няшно. Очень, как мы говорим, с Екатериной и Кавайно. Вообще. Сколько всяких банок, блядь. Хуй поймите, что надо ещё тебе, а что тебе не надо. Ну, как будто надо всё. Ну, я хозею. Малясь, всё надо. Давай, показывай, что там. Самая база. Из чего состоит база? Для рекламы. Нам нужно с Катей вообще. Ага, для рекламы. Окей. Это крем ебейший. Я боюсь, что просто я в Москве умру без него. У меня за три дня такой глоб скин. Поэтому я беру второй. К этому туда же. Это сыворотка. Это пилинг, значит, классный. Но он вообще не жёсткий. Каждый день, ребят, просто. Это, да, это произошло, ребят, буквально пять минут прошло в магазине. Я ещё хочу попробовать от этого ебейшего бляда увлажняшку. Увлажняшка ещё такая. Мне кажется, она ебейшая. Ну и куда же мы могли без крема для рук от мачи? Крем для рук с мачи. Открой, да, я попробую. Ну чё, чё, как я успеваю? Конечно, я всё успеваю, потому что я здесь как своя, как рыбка. Как фугу. Как фугу. Сама такая? Так, давай, пробуем. Ну-ка. Он не пахнет мачи. Он пахнет детским кремом для рук. Да. Может, он чуть позже разрывается. Разрывается. Может, он чуть позже разрывается вкус. Аромат просто разорвёт нас. Да, он пахнет детским кремом просто для попки. Ну и ничего страшного, это офигенно. Это Япония, это мача. Это круто. Итак, мы зашли в концепт-стор. Ой, нет, ну, флаг мой. Ком-де-гарсон, это чисто японский бренд, поэтому здесь должно быть всё пиздатенько. Ой, ну и вправду пиздатенько. И смотрите, короче, у них есть чехлы для... А, короче, я не спела доскать, меня выгнали, потому что там нельзя сгибать. Там можно взять бесплатный чехол для своего, господи, зонтика. И вообще можно использовать это как реальный чехол для зонтика. Говорит, что у меня чехол от зонтика от Ком-де-гарсон. Абсолютно бесплатно. Это у нас от Ком-де-гарсон. Ну, мне не очень нравится. Мне не очень нравится Ком-де-гарсон. Если уж честно, как-то не моя афтетика. По-моему, если не знаешь, они первые попали в Париж-какайсе. Как это называется? Мода-дом. На неделе-мода. На неделе-мода, да. Держите меня, семеро бляха. Мы пришли в гав-гав. Ура! Это очень долго. Ура! Божечки, мне туда по этому, блядь, по протоколу. Натальной карте. Мне туда по натальной карте надо. Так надо. Ой, страшный момент. Наступил. Стоят две. В очках одинаковых, блядь. В тренчах одинаковых. Сзади у них гульки одинаковые. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Он двухэтажный, если что, друзья. Вот, я думаю, большинство на втором этаже. Там одежда. Но просто огромный. Стадион люксовый. Олимпийские игры по люксу. Прямо на этой улице. Девки, не поверите. Сегодня без розового пакета выходим отсюда. С каждым разом захожу и в сердце, на самом-то деле, все меньше и меньше екает. Как бы уже... Наигралась. Наигралась в эти детские игры. С этими, блин, миу-миу. А вот теперь у нас новый уровень. Опа! Мама-миу-миу. Мама-миу-миу. Вот это новый уровень, ребята. Вот туда надо. Но мы не пойдем. Мы пойдем в акту-студию. Ой, Сашка. Какой порчик, пожалуйста. Ой, какая сосленькая-то, а. Такую бы сосленькую я бы это. Ой, Катя, даже опрячься. Катя, смотришь с ней, Катя. Поближе тебя. Вот так. Все, запечатлила. Мои вообще без донтика идут, молодцы. На самом деле, пути дождь так красиво все равно, так прикольно. Мы еще в таком модненьком, конечно, районе, где всякие бренды. Очень все равно. Вайбово, атмосферненько тогда. Классно все-таки. О, вот там коспо, а там пойдем в коспо. Блин, тут, понимаете, нельзя, короче, снимать в бутиках. Я не могу вам заснять это. О май гад, это очередь в джентл монстр? Смотрите, это очередь в джентл монстр. Окей, когда я зайду, мне не разрешат снимать, поэтому я вам покажу отсюда. Короче, там вот такая нереальная история. Вот такие там интереснейшие роботы. Выглядит все очень концептуально, красиво. арт-объекты и тоси-боси. Да, и вот эти роботы, конечно, просто очень сосные. Там еще, смотри, лица какие-то крутятся. Маски, лица. Господи, жесткий концепт вообще. Молодцы, ребятки, красиво делают. Если кто не понимает, что такое джентл монстр, я вам объясню так. Это вот те самые очки мармеладки. Видим, типа, с коллаборацией. Ну, это не была не коллаборация, с хариба. Помните, такие вот были, типа, вы, может, видели у иностранных инплюлентеров? А, очки и мармеладки, ну, в виде, типа, мармеладки. Типа того. Вот, смотрите, вообще жесть, как, как концептуально. Прикиньте, вот сейчас еще глаза откроют, это будет вообще пиздец. А, у них у тебя двигаются и лица, и глаза, и елка не бывает. Даже власть не настоящая, как в джентлоне. У меня, кстати, недавно вышла коллаборация с Мизом Ржела. Очень красивая. Я вам покажу, какие самые разъебанные из этой коллекции. Это вот эти. Вот такие очень интересные, с носом. Реально, прикольно, очень. Салават Купер тут уже должна была купить. Так, мы зашли в кос. Ну, кто не знает, кто понимает визуально, только вот в этот бренд. Во всех, во всех магазинчиков есть вот эти штучки для зонтика. Это, конечно, пиздец, как не экологично, но хотя бы они не портят пол здесь. Вот, очень интересненько, очень пока мне так, знаете, ну, даже симпатичненько, потому что я обычно кос не очень люблю. Вот, а тут даже что-то есть интересное, какие-то айтемы, очень, это мое любимое слово, мне кажется. Сейчас глянем, что тут. Блядь, я постоянно наступаю на свой порток, потому что он очень длинный. Сука, я уже задолбалась. Окей, окей, немножко у нас Кристиан Диор такой, такого характера присутствует тут. Ага, ну, такая Зара, Зара для богатых, скажем так. Либо со мной что-то не то, что, скорее всего, труд. Либо я вообще ничего не понимаю, мне вообще ничего не нравится здесь. Хотя стилисты, которых я смотрю, они говорят, что Япония это все, это разъеб. Я посмотрела местечковые бренды, там все либо бабская пастельная, прям, ну, знаете, я не знаю, слишком база, ну, прям база. Вот они носят в подвалочку, кардиганчик, штанишки, вот. Такой, у них очень тихая роскошь, очень онлайн. Либо это вот такие попы, это мини-юбочки. Я вообще не понимаю, как у них тут, у каждого нет цистита, потому что они ходят вот в такую погоду, где мы с жесткими, блядь, начосами ходим в свитер. Колготки у меня теплые, длинцы. Они ходят в мини-юбках без колготок. Я не понимаю, как, как, как. Ну, наверное, у них реально, ну, скорее всего, это струна цистита, я не знаю. Короче, что это вообще, что-то не мой вайп. Не понимаю, блядь. И меня это немножко смущает, потому что, почему стилисты там все, блядь. Так же моя прическа. Угу, ладно, сейчас придем. Опа. А у Катюшечки есть залог. Улов. Обычные. Ну вот, джинсы обычные, вот видите. Я что-то не понимаю, что со мной, либо что с магазинами, либо вообще, кто виноват в этом. С кем мне, блядь. Моя прическа. Женщина уставалась и убежала от нее. Возможно, нами была обнаружена первая сакура. Это не точно вообще. Но, друзья мои, возможно, возможно, мы увидели саку. Катька, вставай, сейчас сделаем вообще. Катюша, это разъем. Мы же находимся, короче, на улице, где всякие вот эти бренды. Блядь, а тут Акне Студио просто в какой-то подворотне. В закоулке. В закоулке, в подворотне. Вообще, как это, блядь, найти? Да, вообще не выглядит, как будто бы это какие-то... Да. Реально, смотри, просто. Вот тут какой-то жилой дом. Да, что денег хватило? Да, и вот тебе на нахуй. Вообще, там пусто вообще, там все закрыто. А вот тут мы откроем как раз-таки. Обычно такие магазины открываются на очень-то... На очень, да? У нас, допустим, в центре, но здесь как-то странно. Просто, а, вот тут живут. А, вот тут так. А я утром в окне. А я утром забегу, блядь. И вот мы живем в Сашке, чтобы они это самое не нашли, скажем так. Нет, ребят, Токио сегодня просто плачет. Просто плачет, ребят. Мы купили еще два зонтика, потому что это невозможно под одним зонтиком идти втроем. Токио сегодня просто рыдает, рыдает. Просто увидит ни одной, блядь, покупки. Я сейчас переходят, купила юбку. Но у меня села камера. Я вам ее вечером покажу обязательно. Боже, это просто пиздец. Какой-то дом перенегает. Блядь, все, вообще все мокрое какое-то. Я ничего не слышу. Боже, да что ж происходит? Как могли так приехать? А, ребят, ну просто как, как нам так повезло? Мне кажется, мы попали в соточку вообще, в цель. Мы нашли Александра. Во-первых, с Екатериной то, что мы были вообще вдвоем с ней. Зашли в мачо взять. Катя, чай. Ой, в мачо. Мы уже существуем вообще. Ну, мы состоим из мачо. Как минимум Саша. Тут немножко так, перекусить. То-си-го-си. Сашка был без зонтика несколько. Ну, где-то около минут 20 ходил по дороге. Поэтому зашел переодеться в что-то хотя бы сухое. Ну, и заодно и у Катюшки чай, ну и мачку. И тут есть очень вкусный мачо-донат. Ну, пончо. Вкусный? Вы пробовали? Да. Это все. Сейчас мы, если их сейчас не возьмут, нам очень повезет. Смотрите, как интересно. У них есть, короче, кофе с сакурой. Или что это? Ну, типа, такой лимитированный. Вот. Смотрите, Токио. Но главное, что это, типа, в честь сакурой. Быстро открыли свою камеру, молодцы, что уже это сделали, потому что сейчас будут разъебать за 800 рублей. Вы будете плакать, наверное, когда будете езжать из Токио, что не сможете их сразу купить. Так красиво. 800 рублей напоминаю на все это. Так. Очень красивые. Вот такой тортик и вот такой тортик. Dream торт. Dream торт. Девочки, мальчики, ну, все-таки этот донат с матчей, ну, я не знаю, перебьют ли эти тортики этот донат. Девки, я вообще в шоках. Это очень вкусно. Так, пробуем зелененький вот этот вот. Да, вкусный, но сладкий очень. Хотя нет. Две проблемы, не вижу. Да, очень вкусный. Но донат все-таки я пока ставлю на первое место, чем эти тортики. Второй тортик пробуем. Он менее сладкий, поэтому он лучше. Бешкульт такой нежный. Да, очень вкусный. Но все-таки донат у меня на первом месте. Я не знаю, что в нем. Кто его делал, но этот вот матчо-донат из Старбакса, это чудо. Мужчины находятся сейчас на своем месте. Все, полезно. Боже, боже, мы случайно шли, 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 шли. И посмотрите, кто. Боже, он такой милый. И это такой милый, а не такие два пупыстика. Господи. Он живой? Да? Он живой, как? Утю-тю. Мама, его лапы. Короче, все знают про японский магазин Юникул. Но есть ему замена. Муджи. Тоже популярная и в Париже, кстати, я видел. Но здесь чуть больше таких всяких интерьерных историй. Для дома. Для дома. Вот, например, зонтик здесь спокойно вот так лисит. Здесь прям именно японский ваби-сяби стиль. Вот название вам демонстрирую. Фаунд. Муджи. Я его муджи, блядь, называю. Меня еще плохо. Смотрите, я уже сразу же нашла при входе. Здесь очень классная сумка. Мне нравится ее. Вот это вот, блядь. Я забыла слово. Да и все равно. Ой, ребят, даже кжель есть моя. Ну все, тогда наш вообще ресторан. Еще и фотозона. Девки. Вообще, Сашке стульчик тут вообще шикарный. Мэны оценят. Мэны оценят. Глиняные, вот смотрите, даже из тарелки. Тут у меня вообще удивило. Такие фигурки интересные. Короче, вы поняли. Зара Хум, только японская. Вот. И Зара, просто Зара. Ну и не только Зара, вы поняли. Короче, вот. Вот вам. Вот. Вайп. Идем по какому-то очень интересному райончику. Очень концептуальному такому. Все концептуально. У меня просто любимый слог тут концептуально. Очень концептуально. Слушай, это прям концептуально получается. Слушай, еще аутентичный, не забудь, давай. Я аутентичный. И аутентичный, конечно. И вы прикиньте, вот так идешь, идешь, дом, дом, дом. А потом хуяк Луи Ветон. Тут как-то очень странно распределяется все. Очень необычно. Очень аутентичный, я бы даже. А вообще, это, мне кажется, интентичный, мне кажется. Какая сакура, Катя? Это гербердия какая-то. Это гербера. Мы зашли во флагманский магазин Adidas. Еще разочек попробовать здесь что-то прикупить. Слушайте, ну меня реально порадовала только Adidas. Потому что я купила онли. О, блядь. Сука, как можно было. Мне масса всех там, блядь. А я иду. Я думала, что это вон там, вон там одежда. А он, сука, вот здесь. Ой, тут бы интереснее, да, и, конечно, выбор всякой штучки. Хорошо, тут вообще. Катюш, ну ты вообще, да, каузи вариантик. Я каузи вариантик. Покажи. Каузи вариантик вот такой вот выбрала. Ага. Ой, смотрите, тут даже есть сумка вот на самом виде коробки. Да, из тиктока. Из тиктока. Ой, такая вот коробочка. Она кожаная такая. Итак, вот берем вот так. Оп. И Ашка. И Ашечка. Класс, нет? Здесь какая-то коллаборация с Ксюшей. О, Ксюша. Это пиздец. Это пиздец. Это пиздец. Короче, мы садились вне... Садитесь на мою прическу, пожалуйста. Тут дождь и у всех от влажности пушатся здесь волосы. Короче, я искала этот костюм. И в Индии нет. Я думала сказать это Farfetch'd. На Farfetch'd он закончился. И вот он. Боже. Вот он. И здесь есть мои размеры. Это коллаборация Adidas с... Извините, пожалуйста, я не знаю этот бренд, если честно. Но просто это так красиво и богато выглядит. Боже. Я вижу этот костюм. Боже, 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 мое счастье. Я просто... И еще, друзья, смотрите, какая красота. Как это все люксово выглядит. Все-таки Adidas это реально. It's my lux. Это мой люкс. Я считаю вот это все-таки роскошью. Adidas для меня very, very hot. Так, друзья, по итогу. Ну, как всегда, спортивки мне не очень нравятся. Как-то они на меня сели. Ну, странно. Я хз. Типа, блядь, нет. Видите, как-то вообще не очень. А вот эту кофточку мы обязательно возьмем. Она прям пиздатенькая. Так, друзья. По итогу я взяла, если что, я вам сказала, да? Только кофту. Только кофточку. Вот тут сбоку, напротив Adidas есть Google Pixel. Какое-то очень интересное такое здание, с чем непонятно. Но выглядит прям классно. Ладно, пойдем внутрь. Хуй знает, что происходит, но мы идем в какую-то голубую комнату. Красиво. Он такой спрашивает. Он спрашивает у нас, ну, типа, в какую комнату подходит, пойдет. А там у нас зеленая и голубая. Он говорит, хуй с блю. Сашка и я. Окей, thank you. Так, ребят, хуй знает, что вообще куда, чего. Просто комнаты выбрали какие-то. А что дальше вообще не будет понятно. Ха-ха-ха. Блядь, мы выбираем сейчас, видимо, какие-то, да? Аксессуары выбираем. И будем фотографироваться. А мы в зеленой комнате? Да, мы в зеленой цвете. Ой, я в... Блядь, Саш, что за хуйня вообще творится? Саш, почему мы занимаемся такой тенью? Ну, я хуй знает. Нет, я, ну, что, коктейль возьму? И вот такую вот, наверное, заколку я возьму, зелененькую. Ёбанур. Я в Японии первый день. Я в Японии второй день. Сашка взял коктейль, а у меня будто такая сопля. А кто сзади? Бухай. Это качок? It's ok. It's ok. Саша, выбрай в камеру. Саша, вы вообще. Саша, выбрай в камеру. Они мне все сломали. Вау. 3, 2, 1. Ещё, ещё. Again? Again, again фото. Боже, мы сфотографировались и нам отправят это невероятно дешевое фото. Вот он её сейчас обрабатывает. И он нам её отправит по QR-коду. Просто представьте, это отдельная зона, просто огромное помещение, где есть несколько разных комнат под разные цвета. И вот эта фотография нам сейчас пришлют по QR-коду. Это промик нового телефона их. Я в шоке вообще. Я куплю. Я куплю телефон. Я куплю. Мы пришли в селекционный магазин Rectech. Здесь всякие бренды должны быть пониже, да, стоимости? Мне кажется, тут и БУ, и не БУ. Вот так. Короче, дорогая, огромная фамилия. Здесь очень много разного шматья. Очень много пока... Блин, я чуть ни один бренд, Сашка, не вижу. Интересно, просто что здесь представлено вам показать. Ребятки, что-то... Сашка меня, походу, опять наебал. Ребята, бляха, не наебал. Вот, смотрите, какая сумка. Балинсяга за 1035, вот так примерно. Норм, ребзя, вообще. Вот тебе и Сашка наебал. Ребятки, до-то я хотела очень сильно вот этот вот пакет Балинсяга, и он здесь стоит около, ну, 50. 50 с копейками тысяч. Вообще пиздец. Друзья, я теперь счастливая обладательница. Гусей. Гусей. Козели and Gucci вот так и я себе взяла. В мужском отделе. За, ну, 50 примерно тысяч, что очень пиздата, потому что они стоили... Наверное, тысячу сто, я думаю, да, они стоили? Да, на работе. И они в идеальном состоянии. Это, если что, ну, их носили, но они в идеальном состоянии. Японцы, знаете, они как-то одежды. Он, знаете, их, наверное, лет пять носил. Да, я думаю, он их лет пять носил, потому что вообще... Да, молодец. Ребят, просто идем-идем сейчас до Стусия магазина. И тут видим, смотрите, вся коллекция вообще из всех стран мира этих Старбакса. Даже есть Москва и Санкт-Петербург, что просто нас удивило. Ребятки, смотрите, какая красота. Вообще, очень мило. Реально, человек путешествия. Человек равно путешествия. Зашли в этот магазин. Вот, this is never was that. Классный бренд. Боже, друзья, мы попали в бренд. Миль-миль, это Катин любимый бренд. Мне бы эту сумку в целом, Катя. Катя просто... Катя обожает этот магазин, и он только один в Токио. И вообще, он есть очень мало где, в каких странах. И Екатерина до него, наконец, добежала. Просто долетела, потому что мы думали, что он закрывается. Все магазины закрываются обычно в 8 часов вечера. Мы были уверены, что он так же работает до 8. А было без 5-7. Вот, и мы думаем, ну, сейчас 5 минут идти, и все нормально. Я захожу в Google, и вижу, что он закрывается через 5 минут. Я говорю, Катя, дроп, бега, беги. Мы весь день об этом говорили. И всю поездку вообще, если честно. Я даже каждый раз, когда за границей, об этом думаю. Все, мы успели, все не закрывается. Я рассказал эту душесчипательную историю. Типа, вот мы из России, у нас такого нет. Мы последний день в Токио, больше никогда в жизни не сможем ничего купить. И она говорит, да, я вас понимаю. Будьте здесь столько, сколько нужно. Мы вас понимаем. Спасибо, спасибо. Друзья мои, у нас невероятный после такого дней, во-первых, ебейшего шопинга. Завтра, блядь, ужин. Family time, чё это, блядь? Март. Март. Family mart. Такая вот тортила, аннигири и зеленый чай. Сейчас будем все пробовать. Это ебейшую вкусняшку. Я обер... Я сейчас обрассу. Боже, Александр, у вас сильнее руки. Вы можете... Я в Москве исключаю, я пробую. Ебейшую тортилю. Итак, холодный зеленый чай. Они здесь все фанатеют этого зеленого холодного чая. Именно не ликтен, а просто реально как будто заварили холодный чай из пакетика. Это реально вообще не сладкий. Мне очень понравилось, очень вкусно. Просто горькая вода, можно сказать. Ммм, так вкусно горькая вода. Куда ты ешь? У тебя своя тортилья. Это моя. Алекс, ты скажешь? Алекс. Алекс, отдай тебе тортилью. Итак, ебейшая тортилья. Очень вкусно. С равно слоеное отето. Delicious. Это реально. Delicious. Я добралась до фарша. Как утром? Фарш. С ног шибательный. Ёпта, у меня фарш из всех щелей летит. Так, друзья. Пробуем анигирю с пунцом. Я нори эту ебучую выбираю, потому что она мне не нравится вообще. Она вонючая. Просто риск не. А Мишлен есть эту? У меня не очень анигири. У меня просто рис с чуть-чуть вот с таким салмоном. Просто охуенно. Кать, тут жрать нечего. Правильно, салмона вот столько наложено. И еще рис. Ну, нормально. И чай холодный, горький. Вода горькая. Нет, я говорю, зачем ты это берешь? Нет, она мне нравится. Под пиво сойдет. Под пиво сойдет. Под пиво. Вот эта вот анигиря вообще влетит. Прямо я. Какие же мы свиньи, блядь. Это просто. Особенно Катукса. У Катукса вообще вот. Она эстетика, да? Она перфик. Это не моё. Половина-то Сашкина уже. Просто свинотка. Это Сашкина. Да, да, да. Просто с нами сидела женщина, она отсела от нас. Так, друзья, у нас есть еще немножко времени, поэтому я вам решила показать, что у нас здесь еще в магазинчике есть, вот в этом фамилии маркете. Смотрите, во-первых, тут есть журналы, друзья, вот такого непристойного характера. Представляете, прямо просто в магазине. Это какая-то вообще, какая-то жесть лютая. И стоит они, кстати, вообще недорого. До хули он, конечно же, напитков. Вот эти снеки меня просто всегда поражают. Это просто, вот просто посмотрите, сколько. Просто разнообразие снеков. Это пиздец, друзья. Это не перепробуют за всю жизнь, мне кажется, этих снек. Просто какое же тут огромное количество. Но они все химозные. Либо безвкусные, либо химозные. И стоит они все, ну, знаете, типа в районе вот это 300. Ну, ладно, это 100. Около 200, ладно. Так, 200, 120 рублей. Короче, цены, вот примерно все снеки до 300 точно рублей. Вот так вот. Напитки, конечно, тоже вообще пиздец разнос. Всякое количество лапши очень много разное. Она тоже по 120 примерно рублей. Чипсики, тоси-боси. Вот, пиво везде, конечно же. Его, кстати, можно купить весь день, по-моему, если я не ошибаюсь. Короче, да хули он. Вот тоже. Тут все-все-все снеки, водичка, всякое такое. Ну, примерно, ну, от 100 до 300 рублей. Вот так вот. И готовая еда. Готовая еда нормально. Вот мы сейчас попробовали, на самом деле, нормально. Они здесь все питаются, на самом деле. Вот очень часто заходят и берут просто готовую пищу. Тоже она стоит от, там, 200 до 500 рублей. Вот. В целом, какие-то вот такие примерно цены. Но разнообразие просто убийственное. Это просто уничтожится. И реально не перепробовать. Это, кстати, энергетические всякие штучки, баночки и витаминные. Короче, это просто разнос. Ну и мороженое. Мороженое тоже на нее поражает. Оно здесь очень. Интересные и с матчей, смотрите, и с дынькой. И с чем только не хотите. Вот дыня, матча, молоко, корова, блядь, обезьяна, вафля. Все, что хочешь, можно тут. Вон, с матчей. Ребята, мы добрались до Тимлаба. Ебейшего вот этого музея. Инновационного, самого пиздатенького, самого модерного. Наконец-то, ребята, это было очень сложно. Ребята, уже буквально какой-то разъеб в этом Тимлабе, потому что нас попросили перед входом снять обувь. И сейчас мы будем снимать еще носки. А у меня колготки, друзья мои. Ну ничего, мы сейчас что-нибудь, блядь, брало, упало. Мы сейчас что-нибудь придумаем с этим обязательно. Хуй знает что. Ну здесь холодно. Холодно, очень холодно. Ну что поделать, так говорят, надо делать. Мы попали сначала в водную арию. Мы поднимаемся в такому, в такому-то водному пространству явно. Ааа, блядь. Это очень странно, это очень необычно в музее идти по воде подниматься. О май гад. Вот это здесь, блядь. Ааа. Что это? О май гад. О май гад. Это вся водная ария. Больше водной арии не будет. Коврочки вот такие вот есть. Вытирать ножки. Идем по коридору. Боже, я себя чувствую, как будто я в игре кальмара. О май гад. О май гад. Ебать. Ебать, ребят, короче, это комната, где здесь, блядь, как вам объяснить-то. Здесь очень какой-то мягкая какая-то хуйня тканевая. Внутри просто форолон. Ебать, Катюкса. Вау, нихуя себе. Охуеть. Охуеть. Огромная просто мягкая хуйня. По подушкам как будто, вот. Как будто мы идем по подушкам. Это так странно, немножко страшно, нет? Идем дальше. Ой, мамочка. Так интересно вообще, пиздец. О май гад. Друзья, это какой-то лютый. Блядь, а куда идти? Катя. О май гад. Ты счастлив? Да. Счастлив прям? Ты сюда именно хотел? Я это линдовывал в январе. Друзья, меня почти не видно, но вот это вот, как это, звездное, я не знаю, господи, мигающее пространство просто превосходное. Вот вам парочку фотографий, которые мы там сделали. Это было очень красиво. Так, сейчас мы по какому-то красному коридору идем дальше. Куда-то. Ой, вам нихуя не видно вообще. Ну ладно, друзья, вот мы идем по какому-то вот красному коридорчику. Теплая, да, слава, прям горячая. О, пиздец она прям в... О, ебать, друзья! Охуеть! Блядь! Блядь, друзья! Это просто охуеть! О, ебать, Саш! Блядь! Это так необычно, да, вообще необычно. Реально, это очень необычно. Мы в каком-то помещении в воде. Но это не бассейн. Охуеть, это очень круто. Блядь, друзья, друзья, вам точно сюда надо. Это пиздец, как красиво! И круто! И так тепло, прям вода теплая-теплая. У нас такие теплые баночки, знаете, сейчас. Охуеть! Токио разъем. Обратите внимание, вот видите, как будто бы рыбки плавают из сакура. Лепестки сакуры на воде. Друзья, я иду к рыбам. Катя, они еще убегают, если ты к ним идешь. Катя, не убегают? У меня убегают. А, нет, я наступила на рыбу. А, я боюсь, я не могу с рыбками. Все, друзья, мы вышли, наконец-то, из этой воды. Это было очень поразительно. Мы наполовину в воде. Ой, thank you! Ой, тут выдают полотенчики. Слава богу, сейчас вытремся. Друзья, берем вот так вот. Я подвязала юбку резинкой. Вытираем все это дело. Мы все каким-то удивительным образом штаны мокрые. Наверное, несется... Друзья, мы пришли в комнату с шариками. Это просто что! Их, кстати, можно трогать. Вот так. А, такие прикольные пиздец. Боже, резиновые, если что, шарики, кому интересно. Это так интересно выглядит, что вообще происходит. Ай, блядь. Ой, нихуя себе. Друзья, это поразительно, конечно, просто. Мы в роблоксе. Идем в следующую комнату после этих шаров. Что здесь написано? Ой, матери божья. Ёбаный карась. Ой, мы в космосе, нахуй. Ребзя. Ребзя, тут все сидят снизу на полу. Ой, ой, ой. Боже. Боже, помогите. Это разъем, друзья. Это, конечно, полноценный разъем еще. А-а-а. Блядь. Нихуя не понятно, где пол, где верх, где что вообще. Очень красиво. Почему, нахуй, тут полословных, я не понимаю. Мы лежим на полу, и здесь вот такое вот шоу. Это так охуенно, типа, как будто бы они падают на нас. Прямо 3D. Это вообще, это пиздец, друзья. Это надо попробовать. Охуеть. Вообще, у нас башка так закружилась, мы еле на выходы дошли. Так, идем далее. Во-первых, нам дали тапочки. Во-вторых, нам дали амбреллу. Итак, идем в какой-то сад. Гарден. Ребята. А тут надо включать уже зонт? А-а-а, это мы на улице, поэтому так холодно. А-а-а. Ну, а камушки, друзья, это что-то, конечно, из ряда вон выходящее. Чудесное. Очень интересные камушки. Боже, я об амбреллу опираюсь. Вау, друзья, сказка. Холодно, пиздец. Ай, холодней. Ой. Так, мы идем в последнюю комнату. Где все в цветочках. Типа самую-самую красивую комнату тут посещаем. Блядь, холодно ногам, сука. Тут все в этом. В стекле, а стекло холодное, без подогрева. Блядь, это прям ой-ой-ой-ой-ой, как холодно. О май гад, друзья, ну это реально пиздато. Боже, там все в цветочках, друзья. Что за сказка? Блядь, очень красиво. Что правда, то правда. Вау. Друзья мои, давайте немножко расскажем про наши впечатления. Короче, было реально очень круто. Очень здорово. Очень необычное ощущение. Мне, мне реально очень сильно понравилось. Короче, я очень советую вам там побывать. Попробовать этот нереальный муд. Муд и мэйзинг. И мэйзинг впечатлений так. Ребят, мы пришли в ресторан. Вообще, хуй знает, что заказали. Она, смотрите, она сейчас не просто ебашит эти овощи. Она буквально мне жарит салат сейчас. Божечки, мамочки, что ж происходит-то? Остановите это. О май гад. За 500 рублей как старается. Боже, друзья. Это очень вкусная штука. Я не знаю. Короче, это салат жареный в каком-то яично-креветочном соусе. Вот такой маленькой ложечкой накладываешь себе. Очень, кстати, вкусная поэлла. Я не знаю вообще, как это описать. И тут бесплатно есть целая коробка, короче. По-моему, это драконья чешуя называется. Хуй знает, что это. Японский крючок. Но это очень вкусно. Я обожаю эту штуку. И она тут безлимитна. Это просто охуенно. Ребят, это просто пиздец. Вот нет, друзья. Вот это просто пиздец. Господи, зависть. Это ужасное чувство, если что. Если бы у меня случился офигенный чоппинг, я ни в чем не виноват. Как сложился твой чоппинг в этой поездке? Ну, на 20 тысяч рублей, наверное, у меня как-то не очень сложился шоппинг. Я пыталась. По итогу у меня было 3 минуты до закрытия в бренде Мельвиле за все Токио. Поэтому надо как-то, вот если мы полетем в Сеул, надо как-то оторваться. Чкупы 5 вещей, а не 3. Да. Это будет разрыв. Пока мои друзья и товарищи собираются. Куда там дальше? В Киото. Это я вам покажу, что мои покупки. Итак, это все не мои покупки. Маска для пяток. У меня есть покупок. Свежие пяточки, чтобы после поездки точно пригодится. Без этого никуда. Сейчас будет вместе. У нас будет обзор на мои покупки. О, боже. Да, это не завидно. Да, это не завидно. Так, это твоя покупка. Это твоя покупка. Это примерный шоппинг у нас все-таки выглядит в Токио. А что это не твоя покупка? В бренде Милиль. В Катину любименькому магазине я купила вот такой джемпер токийской школьницы. Да, какой школьник. Ну, это уже просто какой-то мем этот магазин. Я, честно, у меня передоз в бренде Милиль. И вот такую резинку. Важная покупка. В каком-то переходе в метро в Токио. Я купила юбочку вот такую кличетую. Вообще охуенчик. Класс. Я прям сейчас в школу. У меня сейчас ЕГЭ сдавать уже буквально. Очень классный. И материал офигенский, и еще и цвет офигенский. Белый и синий, как я люблю. Да, это крутые цвета. Это СОПИ. Это бренде Милильиль. Так, это я вам уже показывала. Кстати, ты видела? Блин, я не посмотрю поближе. Гуччи. Гуччи с... Только don't touch. Don't touch. Да. С газелями. Сколько это, получается, вышло? Не даже. Тысяч 40, да? Тысяч 40. Просто эта модель стоила точно больше 120 тысяч, мне кажется. Да, да, да. Она была абсолютно новой. Только вышла в свет, так скажем. У перекупщиков там вообще мало чувствовала. Да, очень было. Потому что эта коллекция прям гремела. Мы были с тобой где? В Дубае. Там был поп-ап Adidas X Gucci. Мы просто зашли, мы охуели, мы вышли. Потому что там просто, ну, пиздец. Там просто ад был. И купить такое в идеальнейшем, пожалуйста, человеческом гибро-демонстрируем состоянии. В размер, в размер. Это удача. Даже по подошве там, ну, она очень чистая. Ну, видимо, реально в Японии 5 лет носил это. Я верю, что это носил в Японии 5 лет. Потому что в таком качестве только они, мне кажется, могут быть вещи. Ну, это правда. Они очень чистые. А, и потом мы еще забежали с Александром, нашли 3 шапки кангул. Мы купили, просто закупились. Вот такая черная. Вот такая вот красная. А синяя на фотографии будет. И вот синяя. На моем лице. Всего за 15 тысяч мы купили 3 шапки кангул, когда в Париже она стоит 13 тысяч. Одна. Это разъебище. Одна. Я промолчу, сколько она стоит в Москве. Это просто разъебище. Это разъебище. Очень страшные суммы крутятся. Это вы знаете. Вот я вам показывала в примерочной кофточку Аби Бас. Вообще, господи, лютейшая. Огнище. Адидас здесь самый классный в моей жизни. Очень огромный. Здесь огромное количество сам. Причем практически все размеры есть. И ебанутые цвета. А, потому что в Париже, например, не все сам бы будем. Все же. Блин, а мы не будем готовить вот эти... Нет, конечно. Такатя говорит, ты на разу говоришь. Мама. Мы сейчас будем делать маску для РФ, так все вместе. Девки, нам завтра с ночи нужен опять шоппинг. Опять шоппинг нам. Не понравилось. Мы только, мы с Катей только вошли во вкус. Сашка, мы, короче, заходим в метро. Сашка уже выходит. Мы заходим в какой-то магазин. Любой вообще там парфюмерия какая-то. Или это косметика. Или это что-то уходовое. В смысле, назвала три разными словами один тип магазинов. Ну, не важно. Заходим в вот этот магазин. Две минуты проходит. Он уже указал, сука, с сумкой. Просто. Я успела только посмотреть вообще, что такое. Ой, блядь. Он уже указал. Гайды, как закупаться, я скоро буду делать. Причем, это, ну, без шуток. Он буквально вот так. И он уже на обзор делает, что он купил. Там шесть баночек. Это пиздец. Это просто пипец. Это надо уметь, чувак. Он с первого дня просто уже, не то, что вошел во вкус, он уже такой, что реально панчил. Потому что просто человек готовился к поездке. Человек знал, куда, зачем и как. Слушай, ну, такое ощущение, что сейчас нас немножко подбуривало. Такая токийская газета. Блядь, такая, вейбогая. Блядь, это же правда все. И главное, цветная, друзья. Каждый день бесплатно цветная газета. Ребят, здесь миллиардеры живут. Блядь, это все. Что-то вообще тухля. Друзья, что-то как бы, я не знаю, почему-то камера снимает. Ну ладно, все, мы ложимся спать, собрали чемоданы. Время пять, вставать в 9.30. Я не знаю вообще, очень тяжело то, что мы здесь спим по четыре часа. У меня организм просто не выдерживает. Я так не могу. Это для меня, это очень тяжело. Представляете, вот мы, ну сколько там, с 9.30-10 до, как минимум, трех часов ночи. На ногах и в таком активном, ну, режиме. И, конечно, по четыре часа организм ни хуя не восстанавливает. И все это, конечно, трудоемко получается. Нагрузка большая. Вот, поэтому мы ложимся спать.